Когда есть заходят о смартфонах-среднячках, очень часто вспоминают Motorola. Симпатичные, с достаточной производительностью, чистым Android и своими Moto-фишками. В этом видео я покажу вам Motorola Moto X4. Телефон с отличными фотомодулями, быстрой зарядкой и влагозащитой. Чем он лучше других и есть ли у него недостатки? Это и обсудим. Дизайн у Moto X4 скорее флагманский. Основание алюминиевое, а с обеих сторон стекло Gorilla Glass 3. Выглядит эффектно, но очень легко пачкается. Новомодное соотношение 18 к 9 Motorola обошла стороной. Здесь 16 на 9, а дисплей 5,2 дюйма, естественно IPS. К нему никаких вопросов. Крышки и модули на Moto X4 не ставятся, поэтому вот этот выпирающий блок с камерами никак не выровнять. Камеры две, о них чуть позже. Под экраном датчик отпечатков, который можно использовать и как сенсорную кнопку Home. В настройках включаются дополнительные жесты. Для зарядки USB Type-C. Тут Moto никогда не разочаровывает. Рядом и миниджек для наушников. Классика. Основных камер целых две. Телевик и широкоугольник. 12,8 Мп соответственно. Тандем из двух модулей умеет фото с настраиваемой глубиной резкости. Вот только польза от этой возможности очень сомнительная, так как настраивается все не очень удобно. Что действительно стоит отметить, у X4, как и у любого приличного телефона, есть режим профессиональной съемки. Он удобный и легкий в освоении. Кстати, минимальная дистанция фокусировки где-то 5 см. Зато фокус очень быстрый. Днем фото получаются четкими и контрастными, как на основную, так и на широкоугольную камеру. Хотя широкоугольный модуль уступает детализации и контроле шумов. Вечером все не так идеально. Появляются шумы, но в целом изображение очень достойное. Посмотрите сами. Ну, по крайней мере, для телефона среднего класса. Фронтальная аж целых 16 Мп. Правда, я совсем не понимаю, зачем их нужно 16, но одну не вместо зеркала использую X4. Модуль неплохой, но до фронталки того же iPhone X ему далеко. Многие детали получаются мыльными, а на вечерних фото даже со вспышкой куча шумов. Хотя в условиях недостаточного освещения видео с фронтальных камер получаются практически идентичные. Кстати, видео и обсудим. Основная камера снимает видео в 4К с частотой 30 кадров в секунду. Умеет и Full HD, при 60 кадрах в секунду. Ролики выходят замечательные, особенно если светло. Вечером телефон снимает видео неплохо, если забыть о 60 кадрах в секунду. Кстати, вот довольно любопытное сравнение видео на iPhone X и X4 вечером. Можно смело заявить, Moto X4 в своем ценовом сегменте лучше всех снимает видео. Цвета правдоподобные, все отлично, замечательно, чудненько, вот только стабилизации никакой нет, поэтому снимать на ходу невозможно. При съемке на широкоугольную камеру куда-то улетают детали, появляются шумы и желание убивать. На самом деле нет, даже дополнительный модуль неплохой, если не снимать в 60 фпс или вечером. В общем, если вы хотите снимать видео с этим чудом, вам понадобится мобильный стабилизатор, вроде DJI Osmo Mobile или какое-то моноколесо. Защита IP68 – лучшее, что можно придумать для любителей купаться со смартфоном. Ему не страшно падение в лужу, мытье под проточной водой и даже более серьезные штуки, типа подводные съемки. Внутри Moto X4 Snapdragon 630, 3 гигабайта оперативной памяти и T32 постоянной. Небогато, но вроде бы существует версия 4 на 64, но будет ли она на нашем рынке – непонятно. А пока точно скажу, что 32 гигабайта маловато, придется ставить карту памяти. По тестам ничего выдающегося, типичный средний класс, комфортная работа без лагов и подтормаживаний. Даже с играми проблем нет. Приятно, что уже есть обновления до Android 8.0, но с новой версией нехватка места особенно заметна. Зато система чистая, без лишнего софта и мусора, а все приятные мелочи Moto на месте. Аккумулятор всего 3000 мАч, но даже при активном использовании смартфон доживет до вечера. Ну а на крайний случай есть быстрая зарядка, которая за полтора часа приведет акум в чувство до 100%. Moto X4 точно стоит своих денег. Симпатичный, достаточно мощный для всего, заряжается за час, живет спокойно сутки, еще и делает отличные фото днем. Можете кидаться чем угодно, но мне он понравился. А что вы думаете об этом телефоне? Напишите в комментариях, я почитаю и поотвечаю. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и оставайтесь с нами. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok